Семьдесят пять тысяч Оба шли и молчали Брюнет слегка насвистывал мазурку Рыжий угрюмо глядел себе под ноги И то и дело сплевывал в сторону Не посидеть ли нам, предложил наконец брюнет Когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина И огонек над воротами Страстного монастыря Рыжий молча согласился и приятели уселись У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисович Сказал брюнет после некоторого молчания Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей десять-пятнадцать Через неделю отдам Рыжий молчал Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда Кверную штуку сыграла со мной сегодня судьба Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет Нужно ей за свою сестренку в гимназию заплатить Я, знаешь, заложил и вот При тебе сегодня в стукалку нечаянно проиграл Рыжий задвигался и крякнул Пустой ты человек, Василий Иванович Сказал он, покрививший рот злой усмешкой Пустой человек! Какое ты право имел садиться с барынями играть в стукалку Если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, не перебивай Да, я тебе раз навсегда выскажу К чему эти вечно новые костюмы? Эта вот булавка на галстухе Для тебя ли нищего мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живущему насчет жены Платить пятнадцать рублей за цилиндр Когда отлично, ни в ущерб, ни моде, ни эстетике Ты мог бы проходить в трехрублевой шапке К чему это вечное хвастанье Своими несуществующими знакомствами Знакомы с Хохловым, и с Плевака, и со всеми редакторами Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах У меня за тебя глаза и уши горели Лжешь и не краснеешь А когда ты играешь с этими барнями Проигрываешь им Женины деньги Ты так пошло и глупо улыбаешься Что просто пощечины жалко Ну, оставь, оставь Ты не в духе сегодня Ну, пусть это фатовство Есть мальчишество, школьничество Я согласен допустить это, Василий Иванович Ты еще молод, но не допущу я Не пойму одной вещи Как мог ты, играя с теми куклами, сподличить? Я видел, как ты, сдавая, достал себе И из-под низу пикового туза Василий Иванович покраснел, как школьник И начал оправдываться Рыжий настаивал на своем Спорили громко и долго Наконец, оба мало-помалу умолкли и задумались Это правда Я сильно завертелся, сказал Брюнет после долгого молчания Правда Весь я потратился, задолжался Расстратил кое-что чужое И теперь не знаю, как выпутаться Знаешь ли ты То невыносимое скверное чувство Когда все тело чешется И когда у тебя нет средства От этой чесотки Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь Весь по уши залез в дебри Совестные люди и самого себя Делаю массу глупостей, гадостей Из самых мелких побуждений И в то же время никак не могу остановиться Верно Получи я наследство или выиграй Так бросил бы, кажется, все на свете И родился бы снова А ты, Николай Борисович, не осуждай меня Не бросай камня Помни пальмовского Неклюжева Помню я твоего Неклюжева Сказал Рыжий Помню Сожрал чужие деньги, налопался И после обеда захотел покейфовать Перед девчонкой расхныкался До обеда, небось, не похныкал Сыдно писателям идеализировать подобных подлецов Не будь у этого Неклюжева Счастливой наружности и галантных манер Не влюбилась бы в него купеческая дочка И не было бы раскаяния Вообще подлецам судьба дает счастливые наружности Все ведь вы купидоны Вас любят, в вас влюбляются Вам страшно везет по части женщин Рыжий встал и заходил около скамьи Твоя жена, например Честная, благородная женщина За что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот Целый вечер в то время Когда ты врал и ломался Не отрывала от тебя глаз Хорошенькая блондинка Вас Неклюжевых любят Вам жертвуют А тут всю жизнь работаешь Бьешься, как рыба об лед Честен, как самочестность И хоть бы одна счастливая минута А еще тоже Помнишь? Был я женихом твоей жены Ольги Алексеевны Когда она еще не знала тебя Был немножко счастлив Но подвернулся ты и Я пропал Ревность Усмехнулся Брюнет А я и не знал, что ты так ревнив По лицу Николая Борисовича Пробежало чувство досады и годливости Он машинально, сам того не сознавая Протянул вперед руку и Махнул ею Звук пощечины нарушил тишину ночи Цилиндр слетел с головы Брюнета И покатился по утоптанному снегу Все это произошло в одну секунду Неожиданно И вышло глупо, нелепо Рыжему тотчас же стало стыдно Этой пощечины Он уткнул лицо в полинялый воротник Своего пальто И зашагал по бульвару Дойдя до Пушкина Он оглянулся на Брюнета Постоял минуту неподвижно И, словно испугавшись чего-то Побежал к Тверской Василий Иванович Долго просидел молча и не двигаясь Мимо него прошла какая-то женщина И со смехом подала ему его цилиндр Он машинально поблагодарил Поднялся и пошел Сейчас зудение начнется Думал он через полчаса Сбираясь по длинной лестнице К себе на квартиру Достанется мне от супруги За проигрыш Всю ночь будет проповедь читать Черт бы ее взял совсем Скажу, что потерял деньги Дойдя до своей двери Он робко позвонил Его впустила кухарка Поздравляем вас Сказала ему кухарка Ухмыляясь во все лицо Чем это? А вот увидитесь Милостивился Бог Василий Иванович Пожал плечами и вошел в спальную Там за письменным столом Сидела его жена Ольга Алексеевна Маленькая блондинчка С попельетками в волосах Она писала Перед ней лежало Несколько уже готовых Запечатанных писем Увидев мужа Она вскочила И бросилась ему на шею Ты пришел Заговорила она Какое счастье Ты не можешь себе представить Какое счастье За мной истерика была Вася от такой неожиданности На! Читай! И она Прыгнув к столу Взяла газету И поднесла ее К лицу мужа Считай! Мой билет выиграл Семьдесят пять тысяч Ведь у меня есть билет Честное слово есть Я скрывала его от тебя Потому что Потому что Ты бы заложил его Николай Борисович Когда был женихом Подарил мне этот билет А потом Не захотел его взять обратно Какой хороший человек Этот Николай Борисович Теперь мы ужасно богаты Ты теперь исправишься Не будешь вести Беспорядочную жизнь Ведь ты кутил И обманывал меня От недостатков От бедности Я это понимаю Ты умный Порядочный Ольга Алексеевна Прошлась по комнате И засмеялась Вот неожиданность Ходила я Ходила из угла в угол Бронила тебя За твое распутство Ненавидела И потом села От тоски Газету читать И вдруг Вижу Написала всем письма Сестрам Матери Кто-то обрадуется Бедные Но Куда же ты? Василий Иванович Заглянул в газету Ошеломленный Бледный Не слушая жены Он простоял Некоторое время Молча Что-то придумывая Потом надел Свой цилиндр И вышел из дому На Большую Дмитровку Номера НН Критнул он извозчику В номерах Он не застал того Кто ему был нужен Знакомый ему номер Был заперт Она должно быть в театре Подумал он А из театра Ужинать поехала Подожду немного И он остался ждать Прошло полчаса Прошел час Он прошелся по коридору И поговорил с сонным лакеем Внизу На номерных часах Пробило три Наконец Потеряв терпение Он начал медленно Спускаться вниз К выходу Но судьба Сжалилась над ним У самого подъезда Он встретился с высокой Тощей брюнеткой Окутанной в длинное Буа За ней по пятам Следовал какой-то господин В синих очках И в мерлушковой шапке Виноват Обратился Василий Иванович К даме Могу ли я Обеспокоить вас На одну минуту Дама и мужчина Нахмурились Я сейчас Сказала дама-мужчине И пошла с Василием Ивановичем К газовому рожку Что вам нужно? Я к тебе К вам, Надин По делу Начал заикаясь Василий Иванович Жаль, что с тобою Этот господин А то я бы тебе Все рассказал Да что такое? Мне некогда Завела себе Новых обожателей Да и некогда Хороша Нечего сказать За что ты прогнала Меня от себя Под Рождество? Ты не захотела Со мной жить Потому что Потому что я тебе Не доставлял Достаточно средств К жизни Вот ты и не права Оказывается Да Помнишь Ты тот билет Что я подарил тебе На именины? На Читай Он выиграл Семьдесят пять Тысяч Дама взяла в руки Газету И жадными Словно испуганными Глазами Стала искать Телеграммы Из Петербурга И она нашла В это же самое время Другие глаза Заплаканные Тупые от горя Почти безумные Глядели в шкатулку И искали билета Всю ночь искали эти глаза И не нашли Билет был украден И Ольга Алексеевна Знала Кто украл его В эту же самую ночь Рыжий Николай Борисыч Воручился сбоку-набок И старался уснуть Но не уснул До самого утра Ему было стыдно Той пощечины Редактор субтитров А.Семкин